Привет друзья! Сегодня 28 августа 2018 года, достаточно знаменательный день, сегодня исполнилось 48 лет моему другу Сергею Викторовичу Вокареву. И, так как это такое достаточно значимое событие, я решил прокомментировать одну из его партий. Конечно, логичнее всего было бы прокомментировать партию, которую он обыграл меня, но мне эта идея не очень сильно вдохновила, хотя бы потому, что у Сергея есть, на мой взгляд, партия, являющаяся его визитной карточкой. В 2008 году мы с ним жили в одном номере в Пловдиве во время чемпионата Европы. Там он отлично выступил, две партии выиграл, сделал остальные, свел партии в ничью. У него рейтинг во всех партиях был ниже, чем у рейтингов противников. И вот эта партия, в которой он разгромил Евгения Томашевского, который был на подъеме. И уже после этой встречи, и до этой встречи, он играл очень сильно. По крайней мере, в суперфиналах России участвовал не один раз. Вот. Партия, на мой взгляд, очень здорово характеризует Сергея. Итак, Е4, Е5, КНФ3, КНЦ6, СЛОН Б5. Разыграна испанская партия. В ответ на А6 следует ход, который очень любил Эммануил Ласкер. Считал, что здесь белые никогда не могут проиграть. Потом нашли неплохие способы борьбы за черных. Но в дальнейшем в дело вступил Роберт Джеймс Фишер. Он вместо хода Д4, который отстаивал второй чемпион мира, с большим успехом применял короткую рокировку. И Сергей тоже идет по этому пути. Понятно, что здесь в позиции еще немало тайн. До сих пор неизвестно, какой ход здесь самый сильный в ответ на рокировку. Одно время наиболее серьезным возражением считался выпад слона на Ж4 с дальнейшим, А5. И если белые слишком рано съедят этого слона, то получат мат по линии Ашу. Потом против этого нашлось неплохое противоядие. Да, Василий Васильевич Смыслов периодически баловал поклонников своего таланта отличными партиями в разменном варианте из панки. Потом считалось, что ход Ф6 дает неплохие шансы. Но вот здесь в ответ на естественный ход С5 у белых два отступления на Б3 и на Е2. Конечно, слон С5 сразу проигрывает из-за ферсов H5 шаг. И съели этого слона. Ну, на такие подарки на чемпионатах Европы, конечно, никто не рассчитывает. Куда бы стал отступать Сергея, я не знаю. В партии черные выбрали третий способ. Да, мое мнение, что наиболее серьезным возражением является конь Е7. Но я никому его не навязываю. Потому что здесь черным приходится играть без пешки. Вот в этой позиции пешку на Е4 брать нельзя из-за ладья Е1. В этом смысл отступления коня на Д3. Можно получить черный мемат на Е7, если отыграть пешку. Ну, вроде бы, ход... Погодите, Ф5 или... Да, Ф7, Ф5, вроде бы, очень серьезное возражение. И дальше там еще вагон теории. Евгений Томашевский выбрал ход Ферс Д6. Идея в том, что поле Ф6 оставляется коню. И черные хотят завершить развитие. В общем-то, один из полезных ходов, которые они собираются сделать, это С6, С5. И если коня с Ж8 удастся перевести на С6, то у них будет неимоверно комфортная игра. Коня А3, этот ход понятен. Белые намереваются забрать пешку Е5. После Ферзь Е2 они хотят лишить противника главного козыря. Преимущество двух слонов. Угрожает конь С4. Понятно, что Б5 это не серьезно. Это очень существенное ослабление ферзевого фланга. Поэтому Ф6, ход самый логичный. Теперь конь С4 и ладья Д1. Задача белых провести Д2, Д4. Черные этому препятствуют. Белые на этом настаивают. И после ферзь Ф7, Б3 в этой позиции, эта позиция встречалась у Евгения Томашевского в 2006 году против гроссмейстера Владимира Поткина. Он играл слон Д6. Ну вот здесь, мне кажется, радости в позиции черных мало. Возможностей для перехвата инициативы практически нет. Позиция чуть-чуть похуже. Белые неизбежно вторгнутся по линии Д. И потихонечку тут... В общем, единственная открытая линия в руках у белых. У черных слабая пешка А6. Опять же, до поля Д5, хоть белому коню и далеко, но явно ближе, чем черному. До любого из полей, которые, в частности, на поле Д3 попасть не может. А поле Д4 у белых не ослаблено. В общем, на мой взгляд, здесь у белых некоторый перевес. И поэтому логично было предположить, что Евгений не захочет на это идти. Последовала ферзь H5. Теперь, естественно, Д4. И после длинной рокировки партией предшественников является партия, которую черными играл львовский гроссмейстер Олег Варманишин. Он очень сильный шахматист с массой плодотворных дебютных идей. Особенно в открытых дебютах очень много интересных и в шотландской партии, и в испанской. С ним эту пешку на Е5 забрали. И выяснилось, что после слона Д6 у черных великолепная компенсация за пешку. Слоны работают. На Е4 слабость. Король в безопасности. Однако, Сергей Викторович решил пустить партию по другому росту. Слон Е3. Укрепилась пешка Д4. После разменов, конечно же, белые, видимо, рукой взяли слон Бют Д4. Но тогда не было таких современных компьютеров, во-первых. Во-вторых, угадать, что именно эта позиция будет тоже едва ли представлялась возможной. После слона Бют Д4 у белых большой перевес. Стокфиш показал мне, когда я готовился записывать этот ролик, что ладья АЦ1 форсированно побеждает. Понятно, что нельзя бить на Е3 за конь Б6 мат. После б5, конь Б6 шаг. Выясняется, что здесь защиты у черных нет. Очень точный ход Ферзь С2. Но понятно, что посчитать такое за доской неимоверно сложно. То есть вот на таких вещах как раз горят читеры, которые легко и быстро идут вот на такие сложные для человеческого мозга варианты. К тому же у черных есть масса других возможностей. Слон Бют Д4 самый естественный ход, который любой человек, на мой взгляд, должен рукой делать. И здесь решающая ошибка. Черные все еще верят в силу своей позиции, в мощных двух слонов. И следует ход ладья Е8. У черных стоит фланг. А они пытаются продавить пешку Е4. То есть горит дома. Они все фигуры, которые могут поучаствовать в тушении этого пожара, отправляют на противоположный фланг. Если разделить доску по линии между вертикалями Д и Е, пополам, то мы увидим, что на ферзевом фланге короля защищает ровно три пешки. И этим тут же пользуется Сергей Викторович. Ход очень редкий. То есть черный король планирует смотаться на А8, а его туда не пускают. То есть мы знаем, что брать такие пешки, вот как на А7, зачастую не рекомендуется, потому что слон может потеряться. Но вот в данном случае ход слон А7 форсированно выигрывает. Если пойти Б6, то я вам рекомендую посмотреть те варианты, которые я записал. Выигрывает и слон бьет Б6, и конь бьет Б6. Самым жестким комп считает Е5, потому что очень быстро подключается к атаке белый ферзь. И в паре, в связке с двумя конями и ладьей Д1 очень быстро при древлющих черных фигурах на узком пяточке Е8, Х8, Х5, Е6. Такая трапеция, да? Конечно, голый король легко получает мат. Конечно, и Евгений понял, что ходить Б6 не надо. И взял опаснейшего коня. Мак С4. Угрожая ладья С1 с дальнейшим конь Б6 ман. После этого размена, конечно, черные пытаются упростить позицию разменом ферзей. У них исчез последний козырь. Преимущество двух слонов. И ясно, что надо бы хотя бы ничью сделать. Но после ферзь С2 выясняется, что угроза ладья АС1 просто очень страшна. Например, поимка слона сейчас не годится по причине ладья Д5. На ферзь Б4 там А3 просто будет. А на слон С5 черные теряют ферзя. Неважно, так. Или они предпочтут его отдать. Совершенно очевидно, что у белых лишний ферзь и непрекращающаяся атака. Слона А3. Кажется, что этот ход решает все проблемы. Ладью на С1 не пустили. И еще один не самый такой легко находимый ход. Обычно, когда мы ведем атаку, мы все фигуры пытаемся максимально ближе к королю поставить. То есть, напрашивается ладья Д5, потом ладья АД1. Или хотя бы конь Д4 с идеей где-то конь Ф5. Ну, вот скромный ход конь Д2. Конь идет назад. И этот ход полностью проясняет ситуацию на доске. Защиты от конь С4 нет. Это значит, что белая ладья попадет на С1. Что, в свою очередь, означает, что пешка С7 неизбежно будет продавлена. Ладья Е6. Ну, вот ферзь С6 не годится из-за конь С4. Просто слон висит. Уходить ему особо некуда тоже. Ладья Е6 это попытка поставить ладью на С6. И, в общем-то, справиться с трудностями. Но после конь С4 выясняется, что на ладья С6 последует скорее всего ферзь Д3 с идеей мата на Д8 или на Д7. После слон С5 А4 черные признали поражение, так как у них подвисает слон на С5. И поэтому не годится ферзь С6. Так прозаично потеряли слона. А после ферзь Б4 ферзь Д3 угрожает мат с двух полей. И на слон Д6 у белых масса выигрывающих продолжений. Тоже не знаю, какое из них заготовил Сергей. Мне чисто по-человечески кажется, что именно вот это. По-моему, его он показывал мне вечером после партии. Ладья бьет Д6 СД Конь Б6 и черные либо теряют ладью Е6, либо теряют ферзя на Б4. То есть шахматист Сергей Викторович очень даже неплохой. И хотя в последнее время играет все меньше, он и тренер очень мощный. И как тренера лучше всего его характеризуют, конечно, характеризуют успехи Саши Мотылева, который уже, правда, будучи таким неплохим кандидатом мастера, начал с ним работать и прибавил в классе очень существенно. Итак, с днем рождения, дорогой друг. Это для тебя запись. Ну и всем, кто смотрел, кроме моего друга, всем спасибо за внимание. С вами был международный игросмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и дизлайки.